Такой вот непростой вопрос поступил на портал EXEGET. Как сказать ребенку о смерти родного человека? Этот вопрос и правда может поставить в тупик родителей, близких, потому что о смерти говорить вообще трудно, тем более трудно говорить о смерти с детьми, но тем не менее говорить об этом совершенно необходимо, потому что смерть это такая данность, познание которой живущий на земле человек никак не может избежать, потому что каждый, кто пришел в этот мир посредством рождения, каждый покинет этот мир вратами смерти. И, наверное, для того, чтобы нас такие вопросы не заставали врасплох, для того, чтобы мы не оказывались в тупике, лучше все-таки с ребенком говорить и о жизни, и о смерти, начиная с того момента, как он оказывается способным хотя бы примерно такие вещи понимать. Ну и на самом деле повод для этого дают книги, дают какие-то фильмы, которые мы смотрим вместе с детьми, дают порой основания для этого разговора сами детские вопросы, потому что как только ребенок сталкивается с тем, что есть вот такая вещь, как смерть, что каким-то образом пресекается жизнь человека на земле, он так или иначе начинает по этому поводу переживать и беспокоиться. И это очень серьезный повод для того, чтобы с ребенком говорить о Боге, о взаимоотношениях с Богом, о том, что эта жизнь на земле временна, о том, что есть другая вечная жизнь. Конечно, этот разговор должен быть очень тонкий, очень деликатный. Я порой сталкивался с такими моментами, когда вот, например, бабушка говорит с внуком о вечной жизни, а внук потом приходит домой и говорит своим родителям, ну все, я смерти больше не боюсь и, в принципе, вообще смысла жить не вижу, потому что там в другой жизни гораздо лучше. И родители думают, как им поговорить с бабушкой, как объяснить, что с ребенком о вечной жизни надо говорить как-то иначе. Но тут налицо совершенно очевидная педагогическая ошибка. Бабушка рассказала внуку о том, как хорошо в той другой загробной жизни, но не рассказала о том, как к этой жизни необходимо готовиться, и как эта подготовка бывает трудна, и какой она должна быть подчас длительной. Но говорить с ребенком о вечной жизни, о жизни с Богом, обязательно нужно. Тогда будет гораздо легче говорить и о смерти родного, близкого человека. Все равно это будет непростой разговор, все равно это будет разговор болезненный, и ребенок будет чувствовать боль и скорбь. Но чем живее и чем глубже вера ребенка, чем в большей степени смогли родители поделиться с ребенком этим даром, тем легче этот разговор все-таки пройдет, и чем легче ребенку будет принять утрату. И вот самое главное, и у маленького человека, и у взрослого человека, каждый раз, когда мы теряем наших близких, должно появляться ощущение, что близкий, родной для нас человек прошел тем путем, которым какое-то время спустя пройдем и мы. И что для нас буквально как-то открывается дверь или какое-то окошко в вечность, и это духание вечности мы начинаем ощущать. И помимо боли, помимо страдания, мы переживаем порой при этом какое-то удивительное чувство свободы, потому что пока мы находимся в этой жизни, очень многое воспринимается как что-то постоянное, неприходящее, в том числе и то плохое, что есть в этой жизни. А когда мы задумываемся о вечности, то мы начинаем чувствовать удивительную свободу и удивительный простор. Вот переживание вечности, оно должно быть таким. И тогда ощущение смертности человека уже не будет вызывать такого ужаса и такой боли, будет переживаться гораздо естественнее. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok